Девушки отдыхают ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Привет! Чё так долго? Так вызовов немерено. Чё, опять сломался? Пошли. Ну, пошли. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Эй, слышите меня? Да унимайте меня скорее, застрял я. Мне на работу пора. Эй, не кричите, а то уйти могу. Не надо, не уходите. Отойдите от двери, сейчас открою. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну что ж это такое, а? Вот зараза. Ключ от машины уронил. Я же на работу опаздываю. Как же ж... Здесь не пролезть. Надо вниз идти. Вниз? Ну пойдёмте вниз. Да, закрою лицо. Пожалуйста, не копошитесь. Я же на работу опаздываю. Пойдёмте. ВЗРЫВ 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 Пойдёмте. Спасибо, спасибо. Пойдёмте. Сверху можно отстать в этом. Я же опаздываю на работу. Подожди, а? ВЗРЫВ ВЗРЫВ Чё там? Сейчас посмотрим. Деньерчик, вызывай полицию. Тут, кажется, труп. Ох! Ах! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А. pá근кин ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, Эрик. Привет, Андрей. Ну, что там у нас? Выстрел в висок. Стреляли с очень близкого расстояния, потому что волосы обожжены. Пуля прошла на вылет, ползатылка снесло. А как ты считаешь, когда ее убили? Я думаю, где-то около суток назад, может быть и больше. Но результаты сообщу позже. Ну, давай, давай, разбирайся. Документы какие-нибудь у нее были? Не было. Но вахтер ее опознал. А? Она с 36-й квартиры на восьмом этаже. Когда ее? Последний раз видели. Давно. Больше месяца. То есть ни вчера, ни позавчера вы не видели? Как она уходила? Нет. Вы кто? Я? Я Турусов. Ищет повышенной информации. И что тут делаете? Ну, я спускался на лифте и застрял. Так, девушку знали, видели? Ну, конечно, знал, видел. Общались с ней? А чего мне с ней разговаривать? Ладно, мы свободны. Мы тоже свободны. Я? Жень, займись подвалом. Может, там что-нибудь интересное? Понял. Варь, а мы с тобой в 306-ю. Лифт не работает. Да. Вот закончил, починишь. Пешком пойдем. Кто там? Полиция. Здравствуйте. 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 А что случилось? Уголовный розыск. Майор Чипиков. Лейтенант Соболева. Вы хозяинка этой квартиры? Я. Галина Кленовна. А кто еще с вами проживает? Дочь Яна. Но ее сейчас нет. А где она? Ну, она уже месяц, как в Москве. Вот как? Вы уверены? Ну, конечно. Что за дурацкий вопрос? Хорошо. Тогда будьте любезны. Накиньте что-нибудь на себя и спуститесь с нами вниз. Ну, что случилось? Вы можете мне объяснить? Потом. Одевайтесь. Мы подождем. Ладно. Давай, грузим. Стойте. Постойте, ребята. Ну, что случилось-то? Господи, что это? Подойдите, пожалуйста, сюда. Откройте. Посмотрите, пожалуйста. Вы узнаете это? Не ухто. Господи! Кто это там? Яночка! 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 Материки есть? Есть. Дай. Да. Ага. А дверь в подвал всегда открыты? Да нет. Три раза замут. Я все время спиливаю. Ой, какая! А это... А это что у нас такое? А? Вы знаете название этой фирмы? Какую фирму? В которой работала ваша дочь? Да, кажется. То ли Роксман, то ли Эксман. Ваша дочь уехала в Москву месяц назад? Да. Она была счастлива. Говорила, что наконец-то сможет нормально зарабатывать. Вы как-то поддерживали с ней связь? Да. Она звонила пару раз. Как приехала. Но мы недолго с ней говорили. Скажите, у вашей дочери был парень-друг? Нет, не было. Ну, а подруги? Да. Лиза Свиридова. Она через дорогу живет. Они со школы везде. СМЕХ На самом деле, девушка была в очень страшном состоянии. Крайней степени истощения. В последнее время она очень плохо питалась. Кроме того, на теле есть следы небольших гематом, следы от ударов, но старых, где-то двух-трехнедельной давности. Следы изнасилований есть? Трудно сказать. Гематома есть и на бедрах, но тоже очень старая. Так что, если ее и насиловали, то не перед убийством, а раньше. Да. Ладно, я пошел. А, да, давай. Давай. Счастливо. Пока. Счастливо. Не могу поверить. Она такая счастливая была, когда ее на эту работу взяли. Говорила, что это ее шанс, что она в Москве. А вам она не предлагала попробовать свои силы в столице? Да нет, ну что вы. У меня же муж, маленький ребенок. У вашей подруги были враги, недоброжелатели? Враги? Да какие враги? Она тихая была. С людьми сходилась тяжело, была необщительная. Даже замкнутая. Откуда она узнала про эту работу? Да, по-моему, в газете какое-то объявление прочитала. Сейчас. Вспомните? Фортуната. Фортуната? Угу. Спасибо. Елена, меня интересуют девушки, которых вы отбирали для работы в вашем московском офисе более месяца назад. А кто именно? Яна Кленова. Яна Кленова. Яна Кленова. Нет, не помню такой. Я сейчас проверю. Нет, такой точно не было. А посмотрите эту фотографию. Может быть, вспомните? У-у-у. Первый раз ее вижу. А все кандидатуры проходят через вас. Абсолютно. Такой девушки у нас точно не было. Странно. Ее мать утверждает, что она уже более месяца работала в вашей московской фирме. Действительно, непонятно. Но я вам гарантирую, я собеседование с этой девушкой не проводила, точно не отбирала. Вы можете позвонить в московский офис, проверить это. Ну, что ты там на месте накопал? Ну, в общем, убили ее в подвале. Там двери нараспашку, внутри следы крови. Отдал на экспертизу. Ну, это же ежу, понятно? Гильзы нет. Вопрос. Да. Почему ее не оставили там? Да, я надпишу, что... Зачем мешок? Шахта лифта. Это же постараться, знаешь. Да может, убийца не хотел, чтобы тело сразу нашли. Если бы лифт не сломался, оно бы там долго еще пролежало. Мешок герметичный, запах никто не почувствовал. А не проще вывезти в какое-нибудь глухое место. Мало ли что. Может, машина сломалась. Или багажник не открылся. О! Привет, мальчики. Привет, Жанна. Привет, девочки. Привет. Ну, Варя, давай, порадуй нас. А то у нас одни недоумения. Будешь пить чай? Ты что, я же на работе не могу. Такой без заварки. Так, давайте свои школьные штучки перенесем в конец разговора. Жень. Варя. В фирме «Роксм» никогда не давали рекламу в газету «Фортуната». Что и требовалось доказать. Да, я была в архиве и нашла номер двухмесячной давности. Вот объявление. Где это вырезано? В архивной газете, что ли? Да, что такого? Пускай ксерок спасают, перец там обрезать. Фирма «Роксм» объявляет набор персонала в московский офис. Требуются секретарши и офис-менеджеры. Требование знания английского и еще одного иностранного языка. Компьютерная грамотность. Телефон. Телефоны я пробила, а симки ни на кого не зарегистрированы. Такие пакеты обычно у вокзалов продают. На звонки никто не отвечает, абонент недоступен. Ну? Какие соображения? Ну, давай подытожим. Давай. У нас трубливые, которые по странному объявлению устроились на работу в Москву. Объявление приписано фирме «Роксман». Но отношения к ней не имеют. Телефоны, указанные в объявлении, молчат. Ага. Не понимаю, зачем удалось объявление подписывать реальные существующие фирмы? Это же опасно. Люди могут проверить. Это все наоборот. Первый солидный – весь сайт. Кто объявление прочтет, на сайт заглянет, убедится, что не разводится. И позвонит. Нет, ну, можно, конечно, позвоним по телефону, который на сайте, но навряд ли. А может, маньяк у нас объявился, который ищет себе жертв таким нетривиальным способом? На каждого маньяка найдется свой полицейский. Сдается мне, не одна Кленова на это объявление Кленова. Ну что, будем надеяться, что убийца даст новое объявление. Вот именно. Варь. Да? С ленизой за газетой, если вдруг новое объявление, если появится, чтобы мимо нас не прошло. Да. Давай, по домам. Я пошел. Давай, пока. Пока. Варь, а может, мы с тобой прогуляемся? С удовольствием, но давай в следующий раз. А ты устала или замерзла? Да. Что да? Два в одно. Два в одно? Да. Понятно. Я бы, конечно, мог бы сказать, что я тебя взбодрю, обогрею. Из моих вкусов это будет звучать волька. Не, ну, мои намерения чисты. Не сомневаюсь. Это хорошо, что не сомневаешься. Давай, пока. Пока. Я не знаю, из чего у нее нервы сделаны. Либо она в натуре не в курсе. Давай уже решать, что ты, а? Да времени больше нет. Сами разберемся. Давай, я тебя здесь жду. на нем. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да врубаюсь я, брателло. Скоро всё будет. Я тебя подводил когда-нибудь? А? Всё, завтра созвон. Пойдём пока. Всё в порядке? Да, а что? Болгарин звонил. Ехать надо. На нервяке весь. Времени у нас в обрез. Да нормально всё будет. Не, ну сверху, я над твоим спокойствием просто охренел... Вот ты чума! Смотри, забрызгался весь. Что, отойти не мог? А если мусора нас остановят? Скажи, кровь из носа пошла. Могу тебе в этом помочь. Хочешь? Ладно, упакуй её. И поживей давай. Поехали. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло. Да. Будьте добры, Яну. А кто-нибудь спрашивает? Так, знакомая. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты можешь нормально хавать? Сверх? Да нормально. Приборы. Чё? Вот это столовая ножик сверху. Им нужно помогать, а не руками. А, ладно. Чё по девчонке? Всё будет. Чё будет-то? Болгарин напрягает. Звони постоянно, нервничай. Ты хочешь, чтобы он тебе помог? Нет, нафиг он мне сдался. А вот он уже как-то хочет. Если результатов не будет сегодня, на крайнях завтра, он сам этим займётся. Слышь, что ты на болгарин пугаешь? Чё ты как неродной? Ты объявление дал? Вчера ещё, сегодня выйдет. Ладно, что конкретно по девчонке думаешь делать? Ешь, жидейка. Всё чисто сделаю. Вот как-то не верится уже сверху. Галина Вячеславовна, вспомните, пожалуйста, может быть, ваша дочь говорила, кто принимал её на работу? Называла фамилии, адреса? Нет, ничего не говорила. Просто сходила на собеседование, а потом ей позвонили. А куда она ходила на собеседование? Я не знаю. Она мне не говорила. Это я во всём виновата. Но вы-то тут при чём? Это я её заставила работу искать, понимаете? На мою-то зарплату особо не протянишь. А она уже взрослая, мне казалось. Вот вполне могла работу дойти. Вот и нашла. Успокойтесь, пожалуйста. Вы тут совершенно не виноваты. Виновата. Галина Вячеславовна, а ваша дочь говорила, её одну взяли в Москву, или с ней ещё давно были девушки поехать? Да, говорила, что ещё кто-то едет. Кто? Она имён не называла. Сказала, что их трое. Трое. Кстати, сегодня утром ей кто-то звонил. Девушка какая-то. Сказала, что знакомая. Так, и что она хотела? Поговорить с Яной. А как узнала, что её больше нет, так сразу трубку и повесила. Кто тело нашёл? Местные мальчишки нашли. В войнушку тут играть, представляешь? Тоже стреляли с близкого расстояния. Пули и гильзы нет, и пакет такой же. Это всё, Эрик? Нет. Ты знаешь, я обнаружил на теле следы недавних побоев. Видимо, избили совсем недавно, а застрелили часов 16-17 назад. 16-17. Ладно. По шейту. Ладно, я забираю труп. Эх, пошёл. Так это ж прекрасно. Ну, чего? Для маньяка странный способ убийства. Из пистолета с близкого расстояния. Они обычно душат или режут. Да. Этот огнестрел явно выделяется из общей картины. Главное, чтобы он на дно не залёг. Вот новое объявление, наш единственный шанс. Добрый день. Добрый день. Олег Зеонин. Да. Полиция, мэр Тимофеев. Разрешите войти? Пожалуйста. Проходите. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вы извините, мне сложно стоять. Я присяду. Вы тоже садитесь. Да ничего, я постою. Скажите, где ваша дочь? Дашка? В Москве? С ней что-то случилось? Боюсь, что да. Вы не волнуйтесь, ничего страшного. По нашим данным, ваша дочь стала свидетельницей преступления. И сейчас находится не в Москве, а здесь. Мы её всем отделом ищем найти никак не можем. Мы понимаем, что девушка, наверное, очень сильно напуган увидела. И где-то скрывается. Но она же была в Москве. Там-то всё и произошло. Только не спрашивайте, что. Это секретная информация. Единственное, о чём я вас попрошу, как только вы что-то узнаете о ней, где она находится, срочно свяжитесь со мной. Поймите, это вопрос не только поимки опасных преступников. В первую очередь, её собственной безопасности. Да-да, конечно, я понимаю. Я понимаю. А она, вы уверены, что с ней всё в порядке? Я надеюсь, что да. И вот ещё что. Я вас прошу, если вас кто-нибудь спросит о ней, даже полиция, ничего не говорите о нашем разговоре. Отвечайте, что она в Москве. Поймите, этим делом занимается только наш отдел. Мы подозреваем утечку. Будьте в контакте со мной. Хорошо? Хорошо. Конечно, конечно. Не прожить. Личность второй девушки пока не установлена. Но нет сомнений, что она звонила по тому же объявлению. Кстати, баллистическая экспертиза подтвердила, что стреляли из того же оружия. Андрей, а ты куда все смотришь? Да тут девочка одна сидит. Прямое дело. Странная такая. Вроде плачет. Ну, что, давай, скажу, спущусь за ней. Да нет, Жень. Я сам скажу. Андрей, есть объявление. Точно такое же со ссылкой на фирму Рокс, но только телефон другой. Я сейчас вернусь. Посмотрим. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Стой! Что случилось? Пустите меня! Подожди, что ты убегаешь? Успокойся. Что случилось? Ничего. А что ты здесь сидела? Ревела? Зайти боялась? Ну, пойдем со мной. Ты все расскажешь. Все будет хорошо. Давай. Давай. Ну, все понятно. Это они. Ну, тогда надо их брать. Да, ну как? Во-первых, мы не знаем, где они. А во-вторых, что мы им предъявим? Ну, там, где они, наверняка куча улик. Как же их искать? Заходи, заходи. Чуть не убежала. Чертый, ты звонила по этому объявлению? Успокойся, 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 мы вреда не причиним. Ну, не бойся. Тебя как зовут? Даша. А мне Варя. Давай поговорим? Я не могу при них. Так, понятно. Присаживайся. Похоже, одна из наших жертв. Ну, да. Видел, как она испугалась, когда объявление увидела? Испугалась? Не то слово. Ее просто передернула. Вот, тихо, Липко. А что это вы здесь торчите, а? Что, заняться нечем? Мы работаем, товарищ полковник? Вот, Варя как раз допрашивает одну из свидетельниц по этому делу. Андрей, скажи, а перспективы хоть есть? Конечно, есть. Ну, работайте. Потом, после первой встречи, типа, собеседования, мне позвонили и сказали, что я подхожу и нужно ехать в Москву. За мной пришлют машину. Я собралась, за мной действительно приехала машина. Но увезли меня не на вокзал, а в какой-то дом. Там, там этот второй страшный такой, он связал меня, начал, начал сбивать. Говорил, что, что узнала, что он на будущее. Потом насиловал. Не знаю, сколько это продолжалось, наверное, несколько дней. Потом приехал первый, с которым было собеседование. Они увезли меня на машине в Москву, поселили в какой-то дом. Там еще десять девчонок было. Некоторые по полгода там работали. Потом приехал страшила такой, со шрамом в поллица. А кому к вам? Там, кроме меня, было еще две новеньких девочки, Яна и Аня. И он несколько дней нас насиловал. Говорил, проверяет, готовы ли мы к карьере. Потом нас оставили в покое на неделю, наверное. Кормили хорошо, ухаживали. Потом стали приезжать клиенты. Всякие старые извращенцы. А это был какой-то кошмар. А если мы отказывались, то тот со шрамом нас избивал и насиловал. И вот мы с Яной и Аней решили бежать. Нам это удалось. Мы вернулись сюда на электричках и разошлись на вокзале. А я не знала, куда мне идти. Домой страшно, в полицию тоже. А то сегодня позвонила Янке, мне сказали, что ее убили. Это правда? К сожалению, да. А Аня, с ней что? Это она? Да. Теперь ты в безопасности. Мы их поймаем, я тебе обещаю. Все будет хорошо. Да. Хорошо. Да больше никогда не будет хорошо. Вы не знаете, что там было. У меня внутри ничего не осталось. Один. Один нервогаленный. Я жить больше не могу. Так, Даша. Вот что. Теперь нужно тебе в больницу. Полежишь, там за тобой будут ухаживать. Это самое лучшее, что сейчас можно сделать. Зачем все это? Что потом? Что я делать буду? Все образуется. Нужно, чтобы время прошло. Андрей, я живыми их брать не буду. Придется. Они должны на заказчика вывезти этого. Со шрамом. Ей вкололись на дворной, она сейчас спит. Так. Здесь с ней будут работать психологи. Врач сказала, что девочка на грани сумасшествия. Андрей, давай так. У нас есть их телефон, так? Варя позвонит. Договоримся о встрече и возьмем их. Что предъявим? У нас свидетели есть. А ее показания против них. При хорошем адвокате кому суд поверит? Если она почти неуменяема. Слушай, а что ты предлагаешь? Ну, давай вообще оставим это дело. Подождем следующего трупа. Я говорю, надо брать их. Я сам из них показания выбью. Женя, остынь. Ага. Я поняла. В данном случае, Варя, я тебе приказывать не могу. Я все делаю. Подожди, подожди, подожди. Варя, что ты все сделаешь? Тебе одной туда нельзя. По-другому нам их не взять. Женя, останешься здесь до утра. Будешь Звягину охранять. Мало ли что, утром подменят. Подожди, ты мне хочешь оставить здесь? Ты что, не доверяешь мне, что ли? Вот именно потому, что доверяю. Мне больше некому оставить. А если они на Варю клюнут, то вместе на задержание пойдем. Я тебе обещаю. Давай, за работу. Расскажите, пожалуйста, о себе. Я закончила институт легкой промышленности. Потом год работала в туристической фирме. Знаю французский и английский язык. Если вы думаете, что работа легкая, вы ошибаетесь. Никакой, так сказать, халявы. Два месяца испытательный срок. Вы знаете, я на все готова, лишь бы в Москву попасть. А какие будут мои обязанности? Быть секретаршей генерального директора. Переводить документацию. Сверять тексты. Работать с юридическими службами. Отлично. Меня радует ваш настрой. У нас ненормированный рабочий день. Понимаю. Мы фирма солидная. Быстро развивающиеся. Бывают, люди даже сутками работают, если заказ серьезный. Да, я понимаю. Но я готова. Меня это не пугает. Расскажите, пожалуйста, о своей семье. О семье? Да. Вы знаете, нам это важно. Вы знаете, бывает, мы сталкиваемся с некоторыми сложностями общения. Когда молодые люди, парни или девушки, переезжают в другой город, оставляют здесь своих животных, мужей или даже детей. Ну, детей мужа у меня нет, а родители умерли, так что проблем не будет. А молодой человек у вас есть? Он не будет против вашего переезда? Нет, естественно, и никого нет. Ну, что ж, по всем показателям вы нам подходите. Да. Но вы знаете, у нас есть несколько кандидаток на это место. Да, я понимаю. Хорошо. Мы свяжемся с вами завтра и сообщим о своем решении. Хорошо. До свидания. До свидания. Всего доброго. До свидания. Что, нормальная телка? Наш вариант. Болгарин будет доволен. Болгарин будет довольный, когда ты третью бабу найдешь. Что у тебя по ней? Да работа я купец. Найду скоро. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, как ты? Еле сдержалась, чтобы вам в глотку не вступиться. Понимаю. Рожи есть знакомые? Может, кто у нас проходил? Вроде не знакомые. Но уроды те еще. А по виду как? Ничего не заподозрали? Вроде нет. Хвоста за тобой вроде не пустили. Да прямо что они такие крутые, что ли? Обычные упыри. Значит, будем готовить колья. Какие колья? Осиновые. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло. Пап, привет, это я. Дочка. Здравствуй. Что с тобой? Ты здесь? Пап, да, я вирославля. Я в больнице. Ты только не волнуйся, со мной все в порядке. Скоро вернусь домой. Не волнуйся. Подожди. В какой больнице? Что с тобой? С тобой все нормально? Да все нормально. Ты в какой больнице? Скажи мне, я к тебе приеду. Ну, куда ты приедешь с твоей ногой? Ничего. Как-нибудь доберусь. В какой? В третьей. Городской, тринадцатой палат. И не надо приезжать. Я сама скоро вернусь. Исключено. Все, я скоро буду. Пожди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Андрей, не волнуйся так? А кто волнуется? Ты. Я спокоен, как клубок удавов. Угу, я вижу. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Мам, привет. Давай я тебя попозже перезвоню, я на работе. Все, пока. Ах... ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Что, правда? Ой, я так рада! Конечно. Всё, буду ждать, конечно, соберусь. Новаторов 17. Да, хорошо. Ну что, Андрей, я прошла собеседование. Ты что, не рад? Что он сказал? Он сказал, что за мной пришлют машину в семь вечера. И она отвезёт меня на вокзал, а там… Москва, деньги, карьера. А ну подушку убери! Медленно! Подними руки! Медленно, медленно, медленно! Что же это происходит? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СИ哨ой улыбаются. Стиво! ВЫСТРЕЛЫ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Андрей, ну чего ты ходишь-то, а? Ну что, мне, летуч, что ли? Думаешь, мы их упустили? Не знаю, Жень, не знаю. Не знает он. Ну почему не должны связывать Звягину с появлением Варри? Ну скажи мне. Они много чего не должны. Да подождите, ну если бы они что-то заподозрили, они бы позвонили и сказали, что я не прошла собеседование. И не надо его, я не знаю, что они не должны. Назначили бы встречу, правильно? Так, может, наоборот. Может, назначили, потому что заподозрили. Вот заманить куда-нибудь и… А, молодец ты! Вот умеешь ты взбодрить девушку! Ой, да ладно, успокойтесь вы, и все будет нормально. Видишь, она сама кого угодно взбодрит. Тогда чего мы сидим? Ждем семи часов. А что нам делать? А, ну да, точно. Семи часов. Так, может, это… Может, мы тогда поедим? Ну, поешь, если у тебя аппетит есть. Так он у меня всегда есть, особенно на нервной почве. У нас мусора на хвосте, валить надо и на дно лечь! У нас кое-кто похуже ментов на хвосте. Болгарин называется. Он что здесь? Здесь. Сам лично за товаром приехал. После того, как эти три акции сбежали, мы как бы должны ему. Врубаешься? Ну да. Как раз сегодня три тёлки наметились. В три точки сгоняешь, соберёшь их. Болгарину вручим и разбежались. Слышь, купец. Может, побазаришь к ним, а? Ну, объясните ему. Про мусоров. Но он же не дурак. Должен в тему въехать. Конечно, въедет. Мы по раскладу. Его на трёх баб кинули. А теперь ещё по всему городу за нами мусора гоняются. Вот он обрадуется. Скажет, молодцы, парни. Отличная работа. Премию получите. А чё, давай, позвони сверху. Позвони ему. Расскажи обо всём. Давай, звони. Своя роль пылить. Я говорю, дело делаем и разбежались. Всё. Расход. Может, не появятся? Ты как будто уже не хочешь, чтоб появились. Сам не пойму. Заварю боюсь. Их поймать надо. Ничего, она справится. Как Звягина. Ты звонил ей? Да. К ней папашка приехала. Они через него, на неё и вышли. А к нему он бал этот приходил. Ментом назвался. Сказал, как узнает, где дочь. Сразу позвонит. Вот и Варя. Андрей, ты меня слышишь? Здравствуйте. Здравствуйте. Только одна сумка? Да. Всё. Ну, давай. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Прошу вас. Спасибо. А куда мы едем? В Арсал же там. Нам нужно ещё в одно место заехать. Куда? Куда? В какое? Тут недалеко. Кроме вас ещё две девушки. Вы не переживайте, не опоздаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что там с беглянками? Нормально. Двух уже нет. Третий тоже скоро не будет. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Как зажигают! Вот это настоящие пацаны. Вот если девки их выдержат, тогда долг будет. А если не выдержат? Девки количество. Собой Москву заберу, ты отрабатывать будешь, понял? СМЕХ 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 Шутка. Ну, и шуточки у тебя в Болгарии. Наконец-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рот закрой. Да кого мне привезли, уроды? Она же из ментовки. ВОЗГЛИЙ СМЕХ Болгарин, гадом буду я не стал. ВОЗГЛАТ Это же sister. Напомню эту снижку. Отелитесь за вещью. ВОЗГЛАТ ВЫСТРЕЛЫ Всё! Не стреляй! Сдаюсь! Варя, Варя, поднимайся. Руки за голову. Нормально? Нормально всё. Всё-всё-всё хорошо. Можете застрелять, а? Не надо. Девушки где? Там. Все живы. Руки вперёд, противник. Девчонки! Девчонки, выходим! Полиция! Ну, что? Живы? Эх ты наша Д'Артаньянка! Варь, ты это! Молодец, Варя! Ну, как ты? Не спугалась? Было немножко. Ну да. ВАРЬ ВАРЬ Спасибо вам большое. Да это вы Женю благодарите. Он вашей дочке жизнь спас. И Варю. Благодаря ей. Мы их все взяли. Спасибо. Ну, мы пойдём. Всего доброго. Спасибо. До свидания. До свидания. Слушай, Варь, а как он тебя расколол-то? На тебе ж не написано, что ты мент, а? Да, это ещё в полиции было. В Москве. У нас практика была. А его как раз в отдел привели. С какой-то ерундой. С гашишем на кармане. А мне поручили его оформить. А? Ну, нарушить не придумаешь. Да, не говори-ка. Знаете чего? Я страшно хочу есть. Опять? Ну, что значит опять? Ну, что значит опять? Не опять, а снова. Ну так, всё. Пора переходить на трёхразовое питание. Вторым, четверг, суббота. И всё. Да. Хотя, я б тоже сейчас что-нибудь вкусненькое съел. Ой, и я. Угу. Так пойдёмте перекусим. А, точно. И у меня, кстати, идея есть. Я знаю. Какая? А то последняя тут и платит. Да иди уж. Голубки. Затем веселости coherence. Да иди уж. Я Sigmaekon. Да иди уж. Ну, три. Продолжение следует...